Итак, мы дошли до закона квадратичной взаимности и до машинного обучения. Давайте определим таблицу якоби, которая будет состоять из символов альжандра. Давайте нарисуем ее. Здесь желтое это видимо единичка, а синее это минус единичка. Икс и Игрек это номер простого числа. То есть я взял 100 простых чисел, расположил их здесь на оси Икс. И тут расположил тоже 100 простых чисел. А в маленьком пикселе нарисовал желтый или синий цвет. В зависимости от того, является ли Q, пусть эта ось называется Q, квадратичным вычетом по модулю P. Это ось Икс. Петух у меня тут надрывается, хочет добавить от себя что-то. Смотрим и не видим никакой регулярности. Интересный генератор лабиринтов получается здесь. Ладно. Давайте сгенерируем train set для машинного обучения. Запишем. Случайное P, случайное Q и значение функции, которую мы хотим научиться прогнозировать из P и Q. Вот это вот мой датасет. Дальше я начинаю генерировать features, какие-то факторы. Ну, я понимаю, что функция якоби это функция от P и Q. Мне нужно сгенерировать факторы, свойства объектов P и Q. Какие свойства я знаю? Например, я знаю остатки отделения на 3, 5. Также я могу взять P-1, разделить на 2. Потому что я вот выше увидел, что от этого числа может что-то зависеть. Ну, или то делится это число на 3 или не делится. У меня здесь получилось 4 и еще 4, 8 факторов. А T это то, что я хочу прогнозировать. Я взял T из data. Выражение сложное, но читать его надо таким образом. Бежим по элементам списка data. Каждый элемент это решеточка. А как мы знаем, у нас элемент это тройка. Сохраняем эту тройку в переменной P, Q и T. T это как раз наша целевая функция, target. Давайте посмотрим, какое среднее квадратическое отклонение у таргета. 0,999. Это значит, что среднее равняется 0, а дальше минус 1 или плюс 1. Зарядность 50% примерно встречается в датасете. Нам нужно научиться прогнозировать что-то близкое к T, чтобы стендердевиэйшн уже для отклонения прогноза и таргета был меньше, чем 1. Вот наша цель какая. Запускаю. В математике есть функция predict, которой надо передать на вход массив факторов или feature set, дальше нарисовать стрелочку и дальше список таргетов. Первый набор фичей из этого списка соответствует первому элементу из этого списка. Он посчитал, чем уравняется стендердевиэйшн. Видно на этом графике, что ему не удалось ее уменьшить. Стендердевиэйшн оказался по-прежнему равным 1. Итак, неуспех. Не удалось с помощью машинного обучения угадать какую-либо зависимость. И я немедленно делаю вывод. Скорее всего, вот в этих факторах не зашита информация о том, чему равен символ или жанр. Ладно, неуспех это тоже результат. Дальше мы делаем очень такое естественное действие с моей точки зрения. Да, мы получили несимметричную картинку. Но давайте мы возьмем эту картинку, отразим относительно желтой линии и умножим на себя. Сделаем картинку симметричной. Определяю, рисую. Теперь в клетке EG у меня находится произведение двух символов ли жанра. Я не знаю, зачем он тут писал. Так сложно. Можно писать проще. И теперь я уже вижу регулярность. Это не то, что ожидалось от симметричной картинки. Симметричные картинки, они бывают более сложные. Здесь она сильно проще. Видно, что если вот тут простое число желтое, то для него все цветы желтые. Желтый цвет, он как бы побеждает. Как будто бы желтый цвет это 0, а синий это 1. И в клетке нарисовано произведение. Цвета этого простого числа и цвета этого простого числа. Желтый цвет побеждает. Интересно, сможем ли мы Так, вот картинка побольше. Интересно, сможем ли мы на этот раз с помощью машинного обучения получить нечто меньше, чем 1. Ну, точнее не 1. Standard Deviation на этот раз будет и так меньше единицы, даже без всякого прогноза. Standard Deviation таргета это среднего и отклонение от среднего. А среднее у нас стало не 0, у нас стало больше желтого цвета. Значит, наша цель получить во время машинного обучения число меньше, чем 0,75. Проверяем. Долго думал. Да, случилось чудо. 0,0339. У нас получилось сделать Standard Deviation меньше, чем исходный Standard Deviation. То есть, мы смогли извлечь какую-то полезную информацию из тех факторов, которые есть. Иногда машинному обучению не удается абсолютно точно прогнозировать таргет. Ну, как вот здесь вот. Standard Deviation не равен нулю. Но важный сигнал, что среди этих чисел есть такие числа, возможно, все они, от которых зависит произведение двух символов дежанра, PQ и QP. Вот. Двигаемся дальше. Дальше я хотел показать, что можно было бы заниматься не Decision Trees, как вот здесь вот автоматически было выбрано, а нейросетями. Для этого есть функция NetTrain. Здесь описывается архитектура нейросети. Первый слой размера 5. Дальше вот это вот Activation Function. Ramp — это и есть известная функция Rectified Linear Unit. RELU. Здесь она называется Ramp. Дальше слой размерности 4. Дальше 5. Активация. И в конце нейрончик. В конце мы имеем один нейрончик, в котором находится ответ. Должен находиться ответ. Посмотрим, как выглядит обучение. В функции NetTrain можно явно указать lossFunction. И еще ValidationSet. Выше я разделил датасет на две части. Первые 80 тысяч — это TrainSet, а вторые 20 тысяч это ValidationSet. И соответственно FS и Target для них. Здесь мы получили loss на ValidationSet и уже 10 минус 4. Это и есть средний квадрат отклонения. то есть StandardDeviation корень из этого числа порядка 10 минус 2. Вот он пишет, что он здесь использовал по умолчанию. Итак, успех. Успех среди факторов, которые мы напридумывали, есть такие факторы, от которых зависит Target. Методом перебора я выясняю, что это два фактора. Вот эти вот. Ну и дальше начинается уже немножко угадывание, перебора и выясняется, что вот такая вот штука равна всегда единице. Произведение двух символов Лежандра умножить на минус единица в степени P минус 1 пополам умножить на Q минус 1 пополам всегда дает 1. И тут можно понять, что такое желтый цвет. Если у вас P таков, что P минус 1 пополам делится на 2, то неизбежно вот это вот слагаемое равно единице. Вы не сможете получить здесь минус 1, какой бы Q вы не взяли. Это вот объяснение доминирования желтого цвета. Эту теорему, что вот это произведение равно всегда единица, то есть всегда желтая, Карл Фридрих Гаусс доказал 8 разными способами. Он считал, что это очень важная теорема, и это действительно очень важная теорема. У нее есть много интереснейших обобщений. Я внизу поставлю ссылку на одно из видео с Алексеем Саватеевым про квадратичные законы взаимности. Вот так вот это записано в Википедии. Определяем символ жанра следующим образом. Есть решение N-квадрата внуку или нет. И квадратичный закон взаимности. Хорошо. символ якоби он может быть расширен следующим образом. Когда у вас вот здесь второй аргумент произведения двух чисел, то это раскладывается в произведение двух символов якоби. И когда на первом месте произведение двух чисел, это тоже раскладывается в произведение двух символов якоби. То есть символ якоби это мультипликативная функция по двум аргументам. Чтобы получить чему равен символ якоби надо его раскрыть по всем произведениям по разложению первого аргумента и разложению второго аргумента на множители. И потом получить уже исключительно простые числа в аргументах функции якоби и их уже раскрыть как символ лежандра. Редактор субтитров Продолжение следует...